Всем привет, меня зовут Алексей, добро пожаловать на канал Мой Старый Компьютер. В прошлом ролике я очень радовался, что в MS-DOS 6.22 мне удалось освободить где-то примерно килобайт 40 основной памяти. Но, как оказалось, это далеко не предел. Давайте для начала посмотрим, какая обстановка с памятью у нас сейчас на этом компьютере на моем творится. В его, как говорится, виде из коробки. Мне удалось очень неплохо расчистить память, именно основную, вот эти вот 640 килобайт. Сейчас здесь свободно 601 килобайт. И сделать это удалось благодаря тому, что получилось каким-то образом засунуть вот этот драйвер via FMTSR в верхнюю память. Потому что этот драйвер, он обеспечивает работу FM-синтезатора, как раз вот viaшной платформы. Конечно, можно было бы грузить его каждый раз по запросу, но мне кажется, это как-то некрасиво. И каким-то образом, не знаю, может сама по себе MS-DOS 6.22 более легкая. Тем не менее, получилось весьма неплохо оптимизировать все мое вот это хозяйство. Но, как я уже сказал, это далеко не предел. И при помощи менеджера QMM можно еще больше добавить основной памяти. Ну и давайте мы с вами посмотрим, что это за такой менеджер. Какие тут могут быть подводные камни с его работой на вот этом компьютере. Для начала, очевидно, нам нужно его установить на компьютер. Менеджер устанавливается он вполне стандартным образом. И дальше установщик нас спрашивает, как мы можем его установить. Можем ли мы его установить в экспресс-режиме или в режиме такой кастомной установки. Ну, я выберу экспресс-установку, потому что, ну, кастомно я уже все сделал, в общем-то. Посмотрим, что нам предложит умная автоматика. Менеджер этот по тем временам, где-то середины 90-х годов и конца 80-х, он был очень популярен. И, собственно, вот наша установка, она завершилась. Менеджер этот был очень популярен, потому что реально он каким-то неведомыми своими путями умудрялся освобождать столько памяти, что... я не знаю, как он это делает. Скорее всего, какими-то ухищрениями, хаками. Вроде как он там как-то может одну область памяти пробрасывать в другую и прочее, прочее. В общем, какая-то черная магия здесь имеет дело. И вот он у нас установился, как я уже сказал. И теперь предлагает начать оптимизацию. У меня здесь три загрузочных конфигурации на этом компьютере. Но мы будем оптимизировать первые две, потому что третья, она нам, в общем-то, с QMM, она нам, в общем-то, не нужна уже. Что ж, начнем с первой конфигурации. Так, ну, Redmi мы пропустим. И, собственно, сейчас начнется вся магия. Как я уже сказал, я выберу экспресс-установку. Не буду заморачиваться наручную. Потом просто немножечко настройки под шаманем. Поехали. И вот мы видим, что каким-то образом, после нескольких перезагрузок, в ходе которых специальная программа по оптимизации памяти и состава QMM, она анализировала, как грузятся наши те или иные драйверы и так далее, и она нам освободила еще больше основной памяти. То есть теперь у нас 631 мегабайт свободен. Из изначальных 640. И мы уже загрузились в DOS после установки. И давайте посмотрим, что сейчас у нас творится. Ну, сейчас у нас 632. Чуть-чуть поменьше, чем, конечно, нам отрапортовал установщик, но тоже очень неплохо. Еще одной причиной, почему я решил попробовать этот менеджер памяти, это, мы видим, доступно 64 мегабайта из 128. С его помощью можно сделать так, чтобы DOS 622 видел полностью память, все вот 128 мегабайт, которые есть у меня в компьютере. Не знаю, насколько это вообще практическую пользу имеет и вообще имеет это смысл, но если 128 мегабайт памяти есть, почему бы не заставить компьютер их видеть полностью, тем более, в принципе, ничего сложного в этом нет. Ну да ладно, давайте мы с вами вернемся в DOS-навигатор и уже проведем кое-какие манипуляции именно уже в восстановленном виде. Ну, во-первых, нам нужно оптимизировать вторую конфигурацию, но я это пропущу, и вот у нас для второй конфигурации с USB тоже очень неплохо, тоже 631 килобайт, нам сообщают, что доступно. И это очень хороший, я бы даже сказал, отличный результат. Можно опять зайти, сейчас посмотрим, что нам тут скажут. 627. Ну, чуть-чуть варьируется, конечно, но все равно, учитывая, что у нас здесь имеется USB-драйвер, сейчас мы посмотрим, он же у нас загружен. Здесь, кстати, вот да, вот с QMM такая особенность, что тут не видны все драйверы, которые загружены. Они, видимо, загрузятся как-то по-хитрому. Но, тем не менее, магия работает. Теперь мы перезагрузимся и вернемся в основную конфигурацию. Кстати, как вы заметили, наверное, перезагрузка произошла быстро. Мы сразу из MS-DOS по Ctrl-Alt-Delete вернулись вот в загрузочное меню MS-DOS. Если сейчас я нажму еще раз Ctrl-Alt-Delete, то компьютер уже перезагрузится полноценно. То есть нам BIOS покажут всю вот эту индициализацию оборудования и прочее. И уже вот будет загрузочное меню DOS. И теперь мы загружаем основную мою самую первую конфигурацию. Драйверы у нас все загрузились. Все замечательно работает. Но нам нужно сделать еще несколько манипуляций. Во-первых, нам нужно настроить QMM и убрать кое-какие вещи, которые он добавил. Сейчас мы последовательно это все сделаем. Во-первых, нужно будет отключить вот этот dpmi-хост, потому что если он включен, то перестает работать замедлялка. Ну и в принципе некоторые какие-то утилиты служебные, они перестают работать, начинают ругаться, что им памяти не хватает. Хотя памяти у нас, в общем-то, дофига получается. То есть, видимо, что-то этот хост перекрывает dpmi, а что он делает? Да он делает, собственно, файл подкачки в DOS. То есть, если у нас закончится оперативка со 128 мегабайтами оперативной памяти, закончится оперативка, смешно, да? То он будет использовать файл подкачки. Но нам файл подкачки не нужен, оперативки у нас просто дофига и даже больше будет. Поэтому мы этот хост отключаем. Теперь нам нужно еще изменить кое-какие параметры. Нам нужно отключить быструю загрузку. То есть, у нас теперь всегда по Ctrl-Alt-Delete будет происходить полноценная перезагрузка, а не быстрая. То есть, мы будем сразу в загрузочное меню возвращаться. А с отключенной быстрой загрузкой мы будем перезагружаться полноценно, то есть через BIOS. Потому что тогда перестает инициализироваться драйвер звуковой карты, если быстрая загрузка включена на этом компьютере. Ну и в принципе она меня как-то бесит, если честно сказать. Так, ну вот мы сейчас сохраняемся, перезагружаемся. Сейчас еще раз перезагрузимся, чтобы компьютер полноценно загрузил систему. Так, вот у нас все загрузилось. Можно еще раз попробовать по Ctrl-Alt-Delete перезагрузиться, убедиться, что компьютер перезагружается полноценно через BIOS. Да, вот пожалуйста, полноценная инициализация устройства у нас прошла. То есть, два таких момента мы убрали. Но это еще не все. Нам нужно сделать так, чтобы компьютер увидел всю оперативную память. Для этого нам нужно сделать две вещи. Во-первых, загрузиться с пропуском всех конфигурационных файлов, чтобы нас сразу кинуло в DOS. Перейти в папку QMM и запустить утилиту ScanMem. Она у нас просканирует память, выяснит ее действительный объем и покажет нам полный объем памяти, который доступен на этом компьютере. И покажет, какой параметр нужно прописать в строчке инициализации QMM для того, чтобы нам была видна вся память. Не 64 мегабайта, а все 128. Да, вот Memory Test Complete. И вот это вот нам нужно будет добавить в ConfigSys. Он нам показывает, какую область памяти использовать для того, чтобы в DOS у нас были видны все 128 мегабайт нашей оперативки в этом компьютере. Еще раз перезагружаем. Сейчас мы уже загрузимся полноценно. Итак, вот мы загрузились в DOS. Теперь нам нужен файл ConfigSys. Вот мы видим, тут что-то он наделал, наоптимизировал. В принципе, вот эту конфигурацию можно, наверное, будет вообще выкинуть. Она нам больше не нужна. И можно дописать, либо как нам порекомендовала утилита, либо можно сделать вот так вот. Что нам нужна память от 1 мегабайта до 128 мегабайт. И дальше просто размножить это по нашим конфигурациям. Я не знаю, почему он вот так вот сделал. Так, сейчас. И вот здесь вот тоже еще один, как он у нас там называется, B-E-N. B-E-N. Это чтобы у нас быстрая загрузка не была активирована и во второй конфигурации. Ну и у нас еще есть третья. Мы ее просто убьем. Она нам не нужна. EMS память у нас и так здесь она видна. И вообще здесь он с памятью творит что-то. Честно говоря, я вот немножко не понимаю всю эту магию. Но да ладно. К сожалению, с вопросом памяти в DOS у меня есть некоторые моменты, которые мне до сих пор не понятно. Вот, кстати, видно, как он все куда-то позагружал. И если сейчас вот я сохраню, я сейчас еще раз перезагружусь. Вот у нас две конфигурации. Посчитал память. Да, память у нас видна вся полностью. Посмотрим, что у нас с памятью. Да, вот у нас видна память. Как-то он даже ее странно отображает, но да ладно. И если мы наберем команду memcp, которая нам показывает более подробную информацию о каких-то драйверах загруженных и так далее, мы видим здесь какие-то странные цифры. Некоторых драйверов нету, например, драйвера звука. Здесь вот тоже 725 килобайт конвеншенал памяти, хотя у нас ее должно быть 640. Здесь явно какая-то творится магия. То есть как-то он память реально переназначает. И частично драйверы, они скрываются, видимо, вот где-то вот в этих цифрах, то есть, например, на тот же звук. Но так или иначе у нас все работает. И в чем мы можем, в общем-то, убедиться? Давайте посмотрим, запустим какие-нибудь игрушки. Если мы начнем, например, с Descent'а, посмотрим, что у нас с ним будет, как он будет работать. Звук есть. То есть по факту у нас все драйверы, они инициализировались, загрузились и все отлично работает. Ладно, просто первый уровень начнем. Чисто. Музыка есть. PCM есть. Все в компьютере работает отлично. Нет абсолютно никакой разницы по сравнению с тем, что у нас в обычном DOS'е с обычным менеджером от Microsoft творилось. Давайте еще игрушечку какую-нибудь запустим. Например, Duke Nukem. Посмотрим, что с ним у нас будет. Но все тоже будет, я уверен, что все нормально. Да, тоже все отлично. Музыка есть. Тоже все отлично. Работает и наша замедлялка. Допустим, сейчас я просто тупо отключу кэш. О чем нам сообщили. Вот кэш из OFF. И запустим поле чудес. Которое, как известно, весьма чувствительное к скорости работы компьютера и игра. Ну вот, может быть даже она слишком медленно работает, мне кажется. Давайте назовем какую-нибудь букву. Буква Z. Нет такой буквы. Замечательно. На самом деле, можно было бы запустить еще там какие-нибудь игры, посмотреть, как они работают и прочее. Но я не вижу в этом никакого смысла. Все будет работать замечательно. Звук есть. Картинка везде есть. Все работает. Здесь у нас тоже все идет. Единственное, что я заметил, с утилитой KinFix есть некоторые проблемы. Напомню, эта утилита исправляет графические артефакты. Ну, точнее, немножко неправильную цветовую палитру в некоторых играх. И вот, например, игра Cyclos, она просто перестает запускаться. Она ругается на память, что там что-то не может загрузить. Хотя попробуем... Так, а так она идет слишком медленно. Ну-ка, если мы попробуем отключить, допустим, кэш. Ну да, она никак не хочет запускаться. Видимо, какая-то есть несовместимость. Если я выгружу KinFix, то она запустится. Но с цветовой палитрой у нас будет твориться какое-то непотребство. Кстати, на камеру это не так видно. И здесь еще какие-то артефакты вылазят. Не знаю, в чем дело, но такой побочный эффект. Ну и давайте запустим Windows 3.1. Посмотрим, что у нас есть в винде интересного. И в винде у нас тоже что-то случилось. Ну, точнее, у нас случилась установка QMM. Ну что ж, давайте ее проведем. Благо в этой версии она предельно быстрая. В более новой версии, восьмой там, например, уже есть какие-то утилиты и для винды. Там какой-то тоже, судя по всему, оптимизатор грузится. Хотя и в винде он делает некоторые оптимизации. По части работы в DOS освобождает память при запуске DOS программ из-под Windows и так далее. Но в этой версии QMM именно присутствие Windows весьма скромно. Это утилита-манифест. Это что-то типа утилиты, которые информируют нас о компьютере, о каких-то конфигурациях его, драйверах. Ну, главным образом, о каких-то моментах, связанных с памятью. Надеюсь, вот что-то пошло не так. Возможно, это потому, что у нас компьютер все-таки достаточно новый для Windows 3.1. И может быть что-то быть не совсем совместимым. Но так или иначе, можно просмотреть весьма подробную информацию о компьютере. Кстати, эта утилита, она есть и в эквиваленте для MS-DOS. Ну, если, например, на компьютере нет винды, то да, должна быть какая-то альтернатива. Ну и утилита QSetup. В принципе, это тоже аналог, который имеется в MS-DOS. Мы с вами уже пользовались по ходу этого ролика. Например, вот отключили с вами QDPMI, который, в общем-то, только вредит в данном случае. Ну и просто позволяет настроить именно в графическом таком виндовом стиле какие-то элементы, связанные с работой QMM. Ну и вот мы вернулись практически к тому, с чего начинался этот ролик. К выводу статистики об использовании оперативной памяти нашим компьютером в MS-DOS. И можно сказать, что QMM, наверное, ну действительно не зря он был популярен в те времена, когда люди активно пользовались DOS. Потому что он реально позволяет выжать практически все соки. Да, возможно, где-то есть какие-то проблемы с совместимостью. Но, с другой стороны, учитывая, что мы получили еще больше памяти. То есть у нас добавилось еще 26 килобайт дополнительной основной памяти. Ну это очень круто. И, пожалуй, да, наверное, я вот даже на этом компьютере QMM оставлю. Потому что из-под MS-DOS, как раз вот этот параметр, он очень важен. Теперь памяти у нас просто дофига, как говорится. Видна вся оперативная память, все 128 мегабайт. Мы можем видеть и работать. Опять же, нафига это нужно? Ну, спорный вопрос, конечно. Ну, чисто для красоты, чисто почему бы и нет. Мне же остается с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, этот ролик был интересным. Надеюсь, он вам понравился и вы его оцените. Всем до скорых встреч и пока.